Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим серию бесед, которая называется «Во свете Библии». Вот Библия святая. Открытым оком. Это книга, книг. В ней 77 книг. Вот я открою, не знаю тут какая откроется, мне хочется показать, что здесь есть неканонические книги. Не канонические, а так, минутку. Это пророк Захарии. Вот видите, книга Маковейская открывается. У сектантов нет, они безумно выкинули 11 книг. Я обращаюсь ко всем сектантам. Вы хотя бы один раз прочитайте «Премудрость Серахова» и книга «Премудрость Соломона». По красочности языка и изысканности. Самым лучшим сиборитам и горбанам в словесности, филологам, она удовлетворит. И сестерок попятится. «Премудрость Соломона». Там очень много сказано про идолов. Подробно, кто их придумал, какая причина. Это они краткие слова, там есть глаза, они видят намного больше. Так вот сегодня я отвечал на вопрос. Ну у меня, что я отвечаю, это мои вопросы. Они отвечены ранее были. Вот второе издание книги. К истинному православию. Видите как? Вот она какая. Ее архиерея иногда называет «Настольные книги священнослужителей». Столько здесь на самые основные вопросы. Таинство. Вот. Кто такие старобрядцы? А старобрядцы. И кто они? Сектанты, еретики, раскольники. Как их признавать? Братья они, не братья? Я могу сказать. Патриарх Кирилл все это ответил. Идут на сближение с ними. Ответил абсолютно правильно. Реформу произвел Никон, Мордвин, Патриарх. 1666 год, можно брать немного раньше, в это время. Реформа была ненужная, вредная, расколовшая русский народ. Я как-то был в Синоде. Там был один архимандрит с Греции. И мы стали беседовать. Я говорю, вот вы, греки, наградили нас такой верой. С огромными изъянами. А потом-то вы что сделали? Никон стал подводить все под вас. По каким-то венецианским книгам. Свои исправлять. Переводчики перепортили все. Но те, кто не согласны, что дальше? Рубить им пальцы. Два пальца. Руби, если три не будешь. Ну, смотрите. Вот вышло. Достали. Это фильм «Раскол». Я узнал подробно, что все-таки там у них были в этом фильме старообрядцы, которые их корректировали, сказать, или консультировали. Поставлено неплохо. Но они старообрядцы согласны. Фильм хороший. Я сначала у них узнал мнение. Нигде не видно, что евангельские христиане были никоны о вакуум. Библию они вообще не трогали. Они как будто ее не знали. Ненависть, взаимная вражда. А если бы пришел к власти о вакуум? Ну, мы не знаем, что было бы, но нисколько не лучше. Он говорил, и Алексею писал. «Александр Михайлович, дай мне власть от...» «Я их всех перепластаю». Ну, вот и весь сказ на это. Старообрядцы – это неоднозначное явление. У меня данные устаревшие. Новые я просто не мог найти. И раньше это 50 с лишним толком в течении с чем-то в России только староверов, которые не имеют священства. Называется беспополцы. Поморского согласия, на это вообще напоющая, глухая, кержаки. Ну, разные-разные. И две, ну, неправильно, но я так назову ветви. Это белокринитская иерархия. Теперь у них там Корнилий, Метрополит, Метрополия. И Новозыпковская, они там провозгласили у себя патриарха Александра. Хороший человек, умный. Так что в стране два патриарха. Некоторые даже не знают. Это Кирилл и Александр. И правильно, отношение к старообрядцам выражено в одном покаянии архиерейского собора. Русской православной зарубежной церкви. Я как раз на нем и хотел остановиться. В 1871 году Русская православная церковь Московского патриархата сняла проклятие на прежние обряды, книги. То есть спасительно то и другое, что забыть это якось не бывшим. То есть как бы этого не было. Это же самое, такое же, почти копия, было и у зарубежной церкви. Но они на этом не остановились. У них там был Даниил Иллирийский, старообрядец. И, видимо, он работу вот увел. И вот все архиереи там собрались. Все. И вот такое послание написали. Такое послание, ну, я сказал так. Мой отзыв был напечатан в газете. Я с концовки начну даже. Вот. Этого документа миллионы людей ждали 333 года со дня реформы Никона. Реформы ненужной, противозаконной и крайне вредной. Принесшей несчастливое страдание верным сынам православной церкви на Руси. Реформа Никона расколола русскую нацию. Ослабила ее силы и привела в конечном счете к засилию масонов при Петре I и к революции 1917 года. И вот это решение Синода РПЦЗ будет, быть может, самым лучшим и памятным, что вышло от них за последние десятилетия. И даже против такого смелого, открытого покаяния, направленного на то, чтобы снять с себя вину, возложенного на них от отцов-реформаторов, сегодня пытаются протестовать и представить в ложном свете Курские и другие лжепатриоты православия. История учит нас приносить прощения, просить прощения не только у живых, но и у мертвых, чтобы снять вину греха. Это было с Пеодостем-младшим, который послал письмо, делегацию к мощам Иоанна Златоуста, чтобы он простил его за Евдоксию, которая гнала Златоуста по вине которой он погиб. И гроб, то и все время стряхивался, она в гробу лежала, тряслась. Было снято. Так же было и при Алексее Михайловиче. Он посылает митрополита Колычев, тогда был митрополит Филипп Удушиной, молютой с Куратовым, просить прощения за неумеренную, неуемную лютость деда своего Ивана Грозного. Это просто необходимо. Всенародного покаяния надо просить и за расстрел царского семейства, и прочее, но как и что это священоначалие должно решать. Итак, читаю это послание. Я его очень высоко ценю и везде распространял. Верующих чад Русской Православной Церкви на родине и в рассеянии, держащихся старого обряда, собор епископов Русской Православной Церкви за границей РПЦЗ приветствует. Возлюбленные братья и сестры, по святой православной вере нашей, благодать и милость человеколюбца спаса, да будет с вами вовеки. Не спаситель, а спаса. Они уже и говорят так как бы дореформенными словами. В год, когда Святая Православная Церковь обращена к 2000-му юбилею Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы, собор епископов РПЦЗ, собравшись в богохранимом граде Нью-Йорке, на наших заседаниях думаем и о том, как бы мы могли способствовать уврачеванию того разделения, которое уже столько столетий переживает Церковь Российская, вследствие богослужебных изменений, установленных в XVII веке. Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам старого обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских властей, которые вдохновлялись и которыми из наших, некоторыми из наших предшественников в иерархии Русской Церкви, только за любовь старообрядцев к преданию, принятому от благочестивых предков, за ревностное хранение его. Русско-зарубежная Церковь с самого своего основания соответственно искала примирения со старообрядцами и на своем третьемся зарубежном соборе, состоявшемся в 1974 году, во всеуслышание провозгласила древние богослужебные обычаи и обряды православными и спасительными. Запрещение же и клятвы, наложенные в прошлом на содержащих эти обычаи, считать недействительными, отмененными и яко небывшими. Несмотря на это, хотя наша иерархия и наши верующие никогда не участвовали в преследованиях и насилиях, причиненных старообрядцем, мы хотим воспользоваться и ныне данным случаем, дабы и спросить у них прощения за тех, кто презрительно относился к их благочестивым отцам. Этим мы хотели бы последовать примеру святого императора Феодосия-младшего, перенесшего святые мощи святителя Иоанна Златоуста в царственный град из дальней ссылки, куда родители Его немилостиво отправили и святителя всего. Применяя Его слова, мы взываем к православным «Простите, братья и сестры, наши прегрешения, причиненные вам ненавистью, и не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников, не возлагайте горечь на нас за невоздержанные деяния их, хотя мы потомки гонителей ваших, но не повинны в причиненных вас бедствиях. Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека, тяготеющего над нами. Мы кланяемся вам в ноги и припоручаем себя вашим молитвам. «Простите оскорбивших вас безрассудным насилием, ибо нашими устами они, отцы наши, то есть новые, не коньяни которые, раскаялись в содеянном вам и спрашивают прощения. В 20 веке на православную Российскую Церковь обрушились новые преследования, теперь уже от рук богоборцев, коммунистического режима. Перед нашими глазами ярким образом представилось преследование при малодушном или даже бессовестном сотрудничестве и пособничестве гражданским властям со стороны лиц и именующих себя церковными. Мы со скорби признаем, что великое гонение нашей Церкви в прошедшие десятилетия отчасти может быть и Божьим наказанием за преследование чад старого обряда нашими предшественниками. Итак, мы сознаем горькие последствия событий, разделивших нас, и тем самым ослабивших духовную мощь Русской Церкви. Мы торжественно провозглашаем свое глубокое желание исцелить нанесенную Церкви рану и молимся о том, чтобы мы, если на то будет воля всемилостивого Бога, могли бы участвовать в таком богоугодном деле. Мы верим, что с обеих сторон требуется воля следовать спасительным заповедям Христовым в исповедании, что не обряды наши сами по себе приближают нас к Богу, но покаяние наше, смирение, готовность к взаимному прощению, любовь и все христианские добродетели устрояют нам наше спасение. Мы искренне желаем встретить представителей церквей старого обряда и согласий, а также и приходов, дабы мы могли совместно разрушить средостение, разделяющее нас, и подготовить путь к добрым отношениям и, наконец, к восстановлению полного общения между нашей Церковью и теми, кто стремится сохранить старый обряд в лоне русской Церкви 13-го, 26-го октября 2000-го года. Тут я уже комментарии свои сказал. Время показало, когда на Церковь православную, на Синодальную обрушились вот эти страшные нападки, крушения храмов, расстрелы священников, это Бутово запутили телами священников. Вот тогда стали думать, а за что? Они изготовили, что мы это так делали. Мы гнали, потому что Церковь православная в России никогда не обходилась без мирской власти. Даже сразу ее установил-то Владимир. А Владимир-то это же не священник. Епископ Михаил пришел от грехов. И поэтому вот этого, что случилось, мы бы, может быть, и избежали, если мы не были гонителем. Мы сами все в крови. И поэтому кровью мы покрылись и захлебываемся ею. Вот это самый правильный подход. Просить прощения даже за предков. Но если бы те предки-гонители восстали, а предки-гонители, это означает, сюда входят все. Абсолютно все. Которые были канонизированы после реформы, безумной реформы Никона. Сюда входят и Митрофан, и Тихон, Воронежские там, и все, как Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский, Дмитрий Ростовский, все. Они за всех приносят покаяние. То есть они могли избавить гонимых. И за что гнали? Вчера только так молились. 700 лет шли таким путем, и вдруг все не так. Объяснение-то никакого не было дано. Люди стали держаться за эти книги, бежали, все бросали, ломили их, строят, где-то ушли, и что они, построили свой молитвенный дом. Они миллионы людей оставили без священства. Считается, не менее 5000 миллионов человек ушло в раскол. Раскол. Да кто в расколе-то виноват? Раскольники-то, может, не те, которые ушли, а которые раскололи, которые это делали. До конца-то все это надо договаривать-то. Я, например, родился в старообрядческой семье, без поповской. Я никакого отношения не имею к гонителям, но и православные должны согнаться. Да. Теперь мы признаем священство. Мой брат, он закончил семинарию московскую, теперь священник, служит в храмах московской патриархии. Но мы-то должны осознавать перед этими людьми. Ну а как старообрядцы? В Москве есть такой отец Кирилл Сахаров. Это на Берсеневке храм. Там метров 300 от храма Христа Спасителя. Он ведет службу по старообрядчески. И одеяние его, и шапка на нем такая, и книги. Там бывает и патриарх, и патриарх приезжал. Павел из Сербии. То есть у него там все. Он не единоведческий. А прямо в московской патриархии. Ему никто не запрещает. Ну вот так. Можно было тогда сделать-то. Но таких Кириллов-то не было. Отец Кирилл Сахаров это сегодня образец. Как нужно поступать? Это единственный священник, который получил похвальную грамоту с Рогожского, ну где на Рогожском кладбище находится иерархия старообрядцев белокринитского согласия. Когда они там приехали со своей делегацией к старообрядческому как-то он монастырю, ну он ездит как паломничество показать, как хорошо у старообрядцев. Но он кое-что как бы не раскрывает. А старообрядцы-то увидели их. И они кричат уходите, уходите там через какую-то щель. Никанья не пришли. Потом видели, даже они это место освещали, где Никанья не стояли. Ну, когда в автобус сели, ну люди говорят, отец, ты нас привез старообрядцем, а как они ведут о себе? Он такой добрый, ну ладно вам, ну сказали, ну на нас не побили-то. Ну наши-то их сжигали. Если они в тайге где-то строят молитвенный дом, они его наполняют, может, наполовину, соломой, хворостом, в случае чего, когда придут царские сатрапы, поджечь себя, все время на сторожевых вышках смотрели, закричали, идут солдаты. Они уже жили с детьми, они все деревни забегают, вот от храма запирается, отойдите, те не уходят, ломают дверь, они сразу поджигают и сжигаются. У меня была летопись, сколько их пожжено было. Такие-то живут и дальше, сожигавшиеся, Божьей милостью, 354 человека. В другом месте опять так же окружили. Указание было дано. Ловить их, приводить к нашей святой православной синодальной церкви. Указание. Ну посылали-то попы, сами они не шли. Но по их наводке это все делалось, это все петеримы. Волжские это. Нижегородские это. Ну отступитесь, кричат им, отступитесь, иначе мы сейчас сгорим. Не отступают, продолжают ломать двери. Опять сожигавшиеся, Божьей милостью, 1380 человек. Ну вдумайтесь в эту цифру. И кто христиане христиан? А в войну-то, когда война началась, вот эта последняя, из старобрядцев, там Крюхов, какой был там полный кавалер Георгиевский. Они защищали Родину. Это казаки. Ну я говорю про мирские, я не оправдываю, но просто история говорит. Это самые верные патриоты были. Кого гнали-то? Ну это Тантихрист Петр I пришел, святейший сенот свой сделал. Ну какой, ну такой, все шутейшие, как он называл его. На свинье ездили, и что попало, делали-то, блудили-то. Ну старобрядцев этого не было. К слову сказать, старобрядцы, вот 50 примерно толков, беспоповцев, и вот две ветви, или как назвать, два названия этих, за 300 лет ни разу, ни одного не крестили вот таким вот ладошкой по голове. Ну как не стыдно попам-то православным ссылаться, у нас условий нет. В каждом городе, вот у нас в Барнауле, большой храм, многочисленные приходы. Повторяю, за 300 лет, ни при советской власти, ни при царе, ни при перестройке, ни одного они вот так не портили. В троекратное полное погружение. Все до единого. Здесь такое распутство, уже и брыжут, и что попало делают. Как-то по телевизору показывают. Православный батюшка объясняет, как крестить. Это таинство, в котором человек трижды погружается в воде. А сам держит вот так ребенка. У ребенка здесь ноги торчат кверху, у ребенка одетый, трижды погружается и вот так берет ладошку и льет. Да евреев, говорит, руки бы отсекли за это. Ну кто же так держит? Потому что прообразовательно это было обрезание. И вот взял бы, ну взял бы, допустим, какой-то раввин и сказал обрезание это то, когда детородный член кожи обрезается. А сам бы взял ему ноготь и подрезал ножницами. Ну кто бы это признал-то? Или сказали бы таинство Евхаристии, это когда вот вино и прочее. И тут же взял бы, налил водки. Ну что-то такое, примерно. Ну там-то вы стоите. Ну стоите на этом, твердо. И везде вот эти искажения дикие. Я разговаривал со священником, я говорю, ты, вы венчаете людей? Да, венчаю. Я говорю, я видел, что венчаете. Почему вы венец не надеваете на голову? А вот так торчит сзади у мужчины, идет у женщины, какая-то там ее подружка. Голова-то не увенчана, венчания-то нету. Чтобы держать на голове, этого нигде нету в мире. Олимпийские игры были как? На голову надевается, венок надевается на голову, юда, венгур, посмотрите где. В мире нигде нет такого безумия, как православие. Все оправдывают. И вот тогда Бог восставляет тогда гонения ужасные, такие невзорвы. Тогда будут идти потоком эти люди, как задоржан, и будут клеймить и клеймить. Но мы же даем им повод такой. Но у нас, например, этого ничего нету. Мы при самом основании общины уже это заложили. Венец крепко батюшка наденет, покачает его, он венчается. Определенно. И вот главное, что написано апостольское правило, 50-е правило. А еще не в три погружения крестить епископ или пресвитер, да будет извержен. Скажи, как будто нет этого правила, апостольского. Закрыли глаза. Безумие полное. Недого погружения вообще нету. Сначала научить надо, а потом крестить. Патриарх Алексей об этом говорил. И говорит, 98% меня не слышат. 98% священников из ста не слышат своего патриарха. Ну, куда дальше-то идти? И главное, есть такие правила, которые не соборны никакие. Но за них священники мертвы держатся. Допустим, накануне среди пятницы нельзя венчать. Ну, почему? Предполагается, предполагается, я исследовал, знаю, что в среду и пятницу для воздержания в посеи молитве. Ну, молодые же не будут так повенчались, и будут они в разных комнатах и в брачную ночь отложат на неделю. Нельзя венчать во время поста. Причина-то никакая. А только та, что во время поста законные супруги не имеют соития, совокупления. Ну, положено так. Так на это намотали, что, день интернизации царя. То есть, ну, кто там будет об этом думать? Правила-то какие? Представьте, молодые, на покосе, одни, и теперь они будут по телефону звонить, ну, как там Архимандрит, Амбросий Юрасов, нам можно сегодня с женой-то поспать в одном шалаше, но не будет этого никогда. И однако правила эти продолжают писать, и ни один священник не будет накануне среды и пятницы венчать. Совершенно ничего не значащие правила, а это таинство, центральное таинство, прощание грехов, и как попало. Ну, зайдите в любом месте, посмотрите. Я живу в Барнауле. Здесь епископ одно, второе, третье дает решение на перхарьном собрании. Крестить только в полное погружение ничуть не бывало. А почему? Спрашивается, почему? Да потому что впереди грех. Вот эти лжемоченые, крещеные, их нужно признать, не крещеные были. Это не православное крещение. Даже сектанты, они неправильно крестят, но они в воду погружают. Правда, они не погружают прямо, а прокидывают. У них положение в огробе, а у нас крещение в смерть. Во Христа крестим, что в смерти его крестить. Христос умирал стоя. А простые люди опрокидываются на спину. Сектанты крестят, все неправильно. Их крещение называется осквернением. Осквернением. А сегодня православные, когда вот такое дело, душа должна рождаться. Один правильно сказал, а у нас, говорит, получается не рождение, а удушение там. Ни веры никакой нету. Когда разговариваешь с людьми, а как вы, ну, поверь, нет, да перед старобрядцами это склониться, надо и научиться. Без платков, везде заходят в брюках. Вы в старобрядческий зайдите в храм, хоть одну женщину в брюках найдете. Но они могут это сделать, но это тоже, это же не баптисты. Их называют раскольниками. Но даже если они раскольники, то их крещение признается и не перекрещивается. Правило Василия Великого Первого. Их не перекрещивает. Так у них учиться надо. Один священник говорит, у нас храм тут рядом, старобрядческий. Они за нами очень внимательно смотрят. Поэтому правильно себя осеняйте. Правильно. А показывает вот так руку сюда. Как патриарх. Ну, перекрестись правильно. Лоб, чрево, где пуп твой, правая сторона и левая. И когда слышишь, только тогда кланяйся. А на сегодня в церкви как? Одновременно кланяйся. Уродство. Даже внешне. Это ничего не значит как будто. На таком махании руки бесы радуются, Златоуз говорит. У старобрядцев учиться надо. И их учить надо. Им надо показывать сокровища, какие оставили, такие как Григорий Диченко. Отец Григорий Диченко. Сколько хорошего Иоанна Кронштадтского, Серафима Саровского. А они их на дух не хотят. Им тоже есть о чем подумать. Вот я когда издавал вот эту книгу к истинному православию. А у меня на занятия в технический университет приходили старообрядцы. А вот какие материалы, о крещении, о покаянии, я издавал отдельными листами. Ну, газетными. У меня очень хороший человек, главный редактор газеты Алтайского государственного университета, Клименко Владимир Федорович. И он мне помогал. У них газета выходит за науку 999 экземпляров. А вкладыш можно было делать другим тиражом. А я заказываю, плачу 25 тысяч. Я буквально все наполнил материалами о крещении, другим. Ну, они как, сворачиваются, и тогда берем, ну, где перегибаются, они, ну, напечатано это, там оно рвется. И старообрядцы подошли ко мне и говорят, а вы не думали издать это вместе? Дай-ка, вот, это. А я говорю, вам любите врагов ваших. Вот она, какая газета. Это, ну, один из материалов. Вот таких материалов у меня было 14. Но есть такие, что и развернутые. Это Александр Невский. Я на эту тему говорил о войне, о службе, о смерти. Они подошли и говорят, это надо вам издать книгой. Я говорю, а как издать книгой? Ну, у меня же издано. Нет, газетка это не то, да такой мелкий шрифт, а там можно и картинки вставить. Ну, вот я открываю к истинному православию. Так она не просто, а тут у нас фотографии. Да какие фотографии цветные. Вот посмотрите. Это патриарх Алексей II, а это наш епископ Евтихий. Это после того, как мы приняли акт о каноническом общении с московской патриархией. Вот. Это общеизвестное уже. Видите, как у нас одеваются люди. Вот у нас, как в церкви одеты. Их... Ну, сравните с теми, когда приходят в шапках, шляпах, и как попало. У нас этого нет. У нас не положено это. Я несколько еще только покажу. Ну, самые маленькие. Вот приехал к нам отец Иоанн Суворов из города Тулы. Это мой брат, отец Аким. Вот на исповеди как приходят. Вот как люди принимают крещение. Сейчас покажу несколько хотя бы моментов, как причащаются. Если бы так вот люди-то прислушались, ну, они бы могли бы и у нас кое-что взять доброе-то. Ну, тут настроены против, даже слушать не хотят. И вот когда старобрядцы стали мне говорить это, но я же ничего не понимаю, не знаю. Просто не знаю. Вот. Это у нас в деревне крестный ход идет. И одновременно гнали коров. Видите, какой интересный случай. Вот сестры после крещения. Ну, может, маленько будет видно. Просто показать. Ну, вот. Некто там против. Не знаю даже, с чего против. Сейчас еще, может, найду я картинку где-то. Стали с ними разговаривать. Вот крещение идет. Видите, как батюшка наш стоит в воде и крещаем мы. Вот так. Мы готовим, а потом выезжаем. У нас от трех до пяти лет подготовка идет. Пятьсот полных академических часов и оглашения. Человек все знает. Ну, если он уже ходил в церковь, знает, тогда срок сокращается. Ну, можно же хотя бы маленько так посмотреть-то. Вот. Вот это как раз кто снимает Володя, вон как раз его крещение было. Они говорят, а кто будет верстать? Ну, давайте издадим книгу. А сам ничего не понимаю. Ну, так это надо верстать. А что такое верстать? Я ничего не знаю. Но Господь сделал так, что в это время появляется и романах, которому жить негде. И он живет у меня на квартире. Я сплю у меня комната в три этажа. В комнате, как плацкарта. И он надо мной, вот на таком расстоянии кровать, он лежит. И он знает. Все в компьютерном деле. Я впервые видел, когда человек, не глядя, печатает десятью пальцами, и по-русски, и по-английски в равной степени. Он занимался китайским языком, английским. Ученый-монах. У нас все было единогласно. И он меня начал приобщать к этому делу, к компьютерному. 21 октября 2001 года мне показали, как компьютер включать в сеть. А вот дальше, уже начиная с восьмого тома, а их 30 томов, я сам производил полностью верстку, набор, шрифты все эти, которые подбирать он собрал. Я уже научился это как делать. До самой последней книги 30 том. Я ее даже покажу. Это вот 30 том. Вот это вот 29. Вот это там 27, 28. Видите, они все разного цвета. Может быть, даже будет видно. Вот это. Их 30 книг. Вот, надо перевернуть. В прошлом году мы подарили в 240 городов и сел, и в школах, священникам. 240, вот по 38 книг. На минимальной стоимости на 3 миллиона 150 тысяч. Нынче мы думаем проехать по всей Европе, если Господь благословит до Португалии, в Англии, Скандинавии, Прибалтику и Южной Республики России. Если Господь, конечно, благословит. Но Бог так как-то устраивает. Вот мы сейчас говорили о старобрядцах. Помочь им можно? Да, можно. Кое-что они берут. Берут книги, там, считают. Ну, одна моя сестре сказала, я не люблю книги Игнатия. Она говорит, а почему? Так он на Библию все время ссылается, а мы Библию не любим. Вот весь ответ. В каждой книге, вот, в одном томе, у меня ссылок в среднем 3 тысячи. И не просто ссылка, а сам текст. Может быть, даже видно будет, вот здесь я покажу. Это жирным курсивом показано. 3 тысячи. Я знаю содержание Библии. Мне Бог дал знания эти. И когда в церкви что-то читается, бывает по Риме, если я 2-3 слова услышал по-славянски, я мог легко назвать книгу, глава и стих. Ну, это невозможно самому знать. Это Бог дает. Вот. И теперь вот я провел за изданием книг за 9 лет более 30 тысяч часов за компьютером. Как это было? Это все уже позади. Только делает это Господь. И старообрядцы, те, которые посоветовали это-то, ну, я постарался хоть как-то с ними рассчитаться. У них хорошие книги продаются. Мы можем не только сотрудничать, мы должны быть и вместе. Но они намертво упертые стоят на своем. Вот все дожили только двумя перстами. Хотя в церкви Христовой Златоуст, говорит, молились одним перстом. Вот он. Единый Бог. Когда стали проповедовать еретики о Риане, отрицая Троицу, вот эта троеперсия появилась. И Милетий, епископ, так и показал, когда сверкнул свет из этого. А когда монофилиты появились, монофизиты, тогда двоеперстия, два естества Христа Иисуса. Но это не главное. Но они этого уже не допускают. Вот православная церковь, там патриарши, они говорят, как бы ты ни молился, старые книги новые, равна спасительна. На этот уровень старообрядцы подняться не могут. И поэтому объединение, ну, невозможно. Вот я говорил этом игумен, отец Кирилл Сахаров из Берсеневки, он говорит, ну, возможно ли как-то примирение, что были вместе? Я отвечаю, никогда, ни веки, веком они на это не пойдут. Они говорят, только вы должны покаяться и вернуться туда, до Никоновской. Все, опять все по-славянски. Вот я с ними беседую, я говорю, написано в Библии. Вот она, Библия, открываю, старообрядцам. Они говорят, да мы теперь не такие, они такие. Они говорят, а что ты нам считаешь? Да кто ее издал-то? Никоньяни, они все перепортили. Там неправильно переведено. Как неправильно? Откуда вы знаете? Если вы знаете, что неправильно, вы должны показать оригинал еврейский там, греческий, и сравнить с ним. А как вы можете говорить? А по-славянски не так. Ну, сарковно-славянский переведен с септуагенты. Это уже двойной перевод. А здесь оригинал, а с еврейского. А тут написано Иисус двумя и. Ну и что? Ну, с одной надо. Я говорю, ни одна, ни две, полторы. Ешва. Ешва. Секраткой. Я говорю, ну вы тогда сделайте свой перевод правильный. И издайте Библию. Не издали? И Новый Завет по сегодняшний день не издали. Но кое-кто пользуется этим синодальным переводом и изданием. Я им показываю Блаженную Фефилакт. А что показываете? Так это же не коняне перевели. Ну, переведите вы Блаженную Фефилакт. По сегодняшний день за 300 лет никто не перевел. Ну, вот я знаю просто, где затор. Вот мы едем в Старобряжское селение. Я вижу, впереди женщина. Ну, я быстренько из машины догоняю ее. Мы в вашем селе сегодня ведем работу, в каждый дом заходим, будем давать Евангелие. А то вы идете, может вам Новый Завет дать. Мне не надо, я кержачка. Я говорю, это Евангелие Христово. Я же сказал, я кержачка. Какое это Евангелие еще? То есть, знания никакого нет. Совершенно. Даже слово Евангелие неприемлемо. У нас в семье это не было слышно где-то. Мать умирала, сказала иконы, ставить только на окно. Почему? У ней гвоздей не было повесить. Но сын пьет, курит. Но закон материн держит. У них такое, что на земле 77 вер, а Бог один. Мы правы. Ты еретик, переходи к нам. Из этого их не вышибешь. Ну, можно как-то их разгладить сердце. Я пытаюсь. Говорим, встречаемся. Ну, вот эта мстительность, свирепость, злопогнение, оно буквально у них сымитировано. Я ничего не могу сделать. На уровне церковного священноначального. Может быть, можно было бы что-то сделать какие-то там встречи. Ну, пока ничего этого нет. В конечном счете, я сам не верю в это, что можно было бы примирить. Но мы должны стараться, мы должны на это стремиться. Да благословит Господь и старый обрядцев, и новый обрядцев, и ерекам оставить ереси, и расколикам прийти в единство церкви, и сектантам познать единую святую соборную апостольскую церковь. И Богу слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok